К нам сегодня приехал, нас почтил своим визитом уважаемый Хазрат, Альбир Хазрат, он является муфтем Российской Федерации. И, конечно же, мы хотели бы его поприветствовать от нашего джамаата, поблагодарить, что он приехал к нам, посетил нас, почтил своим визитом и попросить, чтобы он обратился к нам с приветственным словом. И чуть наставление от вас, Хазрат, если можно. Субтитры создавал DimaTorzok Аллаху, который нас сегодня собрал здесь, дал нам огромную возможность прийти в благословенный месяц Зульхиджа, в мечети, в дома Аллаха, в качестве его гостей, для того, чтобы совершить джума-намаз. И да примет Всевышний Аллах, Субханава Тааля, от всех нас, от всех мусульман нашей страны, от всех мусульман мира, наши молитвы, дуа, джума, которые сегодня в это время также проходят. Вся хвала Создателю Всевышнему Аллаху, Субханава Тааля, который нас создал и выбрал нас из числа очень счастливых людей. Мы с вами все из умной пророка Мухаммада Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям. Это огромный ниомат, который мы не можем даже сосчитать. И это огромная ответственность и огромный дараджа степень перед Всевышним быть из числа последователей пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И мы молим, просим Всевышнего Аллаха в этот час, чтобы Аллах, Тааля, удостоил нас достойно прожить нашу жизнь, быть из числа его праведных рабов и из числа последователей славного пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Для меня сегодня огромная честь стоять на этом месте, выступать перед вами, видеть вас. Я очень рад и хотел бы передать добрые пожелания от имени имамов, муфтиев, прихожан в составе Духовного Собрания Мусульман России. Самые искренние добрые пожелания. Спасибо, что дали возможность, очень неожиданно. Думал, что очень коротко бы вам сказать. Думаю, расскажу. Мы же встречались с Саидом Фенде. И о чем мы с ним там говорили? Может быть, вам тоже это интересно. О чем мы говорили с Саидом Фенде? До этого хотел бы сказать, напомнить хадис-эль-Кудси, в котором говорится, Аллах Всевышний, Субханаху ва Тааля, говорит, «Ля тасуббуль да'ара, валя тасуббуль мулюк». Не ругайте время. Не осуждайте время. Вот тогда было лучше, сейчас хуже, там хорошо, в этом время плохо. «Ля тасуббуль да'ара, валя тасуббуль мулюк». Всевышний говорит, «Я сам владею временем». «Я сам время». Время, и Расулулла Алейхиссалям говорил, что «Аль вакту сайф». Время – это как меч. Вы, наверное, тоже сейчас скучаете по тому времени, когда здесь Саид Афенде стоял. Или другие хазраты были. Мы также всегда, у нас у каждого нормального мужчины, когда уходят наши отцы, наши деды, думаем, «Эх бы, еще полчаса, еще час бы поговорить, вот такой вопрос задать, вот об этом спросить, вот это не успел спросить». Правильно же, но время, оно уходит. И это время, уважаемые, дорогие мусульмане, братья, оно идет к тому, что все мы идем вперед. Вперед куда? Известно куда, да? Туда, к Всевышнему. Ну, 175 сантиметров туда, и все будем отмечать перед Всевышним. Когда мы с Саид Афенде, вот тогда встречались, мы чуть, может быть, даже такого адеба не знали перед Ишанами, перед Кудявами, надо аккуратно. И я говорю, Хазрат, можно я вам расскажу одну историю про одного Ишана? Мы, татары, всегда говорили Ишан, Никудяву Ишан, Гайнула Ишан, другие Ишаны. Он говорит, расскажи. И был один Ишан, у него был один только Мурид. Вот сейчас мы тоже тут с Ахруддин Абы вместе ехали сюда к вам. Он мне рассказывал, как здесь начинали, всего 14 человек было из числа Муридов, никого не было, даже в их, там, вот сейчас огромные мечети, 14 человек всего. Вот тоже у этого учителя был один ученик, один вот молодой человек здесь сидит, другой. Этот молодой человек говорит своему учителю, он говорит, слушай, вот у других людей Муридов много, тысячи, еще много. У тебя, говорит, я один. Как это так может быть? Нельзя сделать, чтобы больше было. Он говорит, давайте пойдем на рынок. На рынок пошли. На рынке смотрят, дети играли, какую-то птицу убили. Он эту птицу взял на руки, дуа прочитал, сделал. И, би-изнилляхи тааля, караматом, мы в карамат верим, что есть карамат. Мух джизау пророков, карамату авлияулла. Эта птица начала порхать и улетела. И тут к этому человеку, когда его на рынке увидели, что он такой, народ приходит, приходит. Этот его один, который рядом Мурид был, Шакирт, его даже к нему не пускают уже. Он уже к нему дойти не может. Он говорит, Хазрет, вот, шейху, я до тебя даже дойти не могу. Раньше, говорит, мы с тобой всегда вдвоем только были. Что бы сделать? Он говорит, купи барашка, его зарежь. И внутренности его кишки почисти хорошо, помой. Одну сторону, говорит, завяжи, одну сторону и туда налей воды. Хорошо, воды налил, принес. Вокруг себя обмотал, встал и во время намазок пуль-пуль-пуль-пуль там. И тут вот это все, сколько народу были, говорит, что это за Исхан, это вообще, говорит, не тот человек оказывается. Он там из себя, с караматом, святого строил. Все ушли, один этот остался, его ученик. Хикмат этого рассказа какой? Хикмат тот о том, что тарикат, любовь к Всевышнему, тасауф, можно по-разному называть. Этот учитель, ученику сказал, это не тогда, когда люди слышат порхание у птиц, их канатларын приходят. И не те, которые когда слышат капли воды и уходят, убегают. Это путь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, завершают тем, в мире, аль-хамду лиллях, есть такие люди, аль-хамду лиллях, в Дагестане есть такие люди, которые максимально стараются следовать сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Одна минута. Суть в чем? Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, приходили арабы, да? И он им говорил новую вещь, о которой они не слышали об исламе. Что ислам, Аллах, пророк, ангелы, джахеннам, дженнет, мизан, сират, дальше, дальше, дальше. Им просто надо было. Он что делал? Раньше говорили про амуридов, у нас говорили, человек, который руку Ишану дал. Это не просто так поприветствовал, саллиллаху алейхи вассалям, да? Руку дал, это означает, означало, что он приходил к нему, во-первых, Истигфар, начинал с Истигфара очищение, потом брал вирт, потом следовал тому пути, и учитель, которому он сердцем доверился, он его воспитывал. Так же было при пророке, алейхи вассалям. Сахабы приходили, у пророка, алейхи вассалям, каждому сахабе свой подход был. Он, например, хазрати Умар ибнуль-Хаттаб, он был жесткий, к нему отдельный подход. Про хазрати Усмана, ради Аллаху анху, он говорил, что его даже ангелы стырятся. Он настолько с адабом был. И как вот эти арабы приходили, Расулу Аллаху алейхи вассалям рассказывал ислам, как он им передавал, вот этот метод, метод школы Манхаджи, вот тасавуфи, тарикати стараются дальше его продолжить этим же путем. Не так, что вот все пришли, сели, так, пришел, ушел. Нет, именно отдельно с дедушкой разговаривают, с этим дедушкой, с этим молодым человеком, с вами. Вот этот путь, по которому стараются еще после пророка, алейхи салям, Абу Бакир, Сиддык и другие уважаемые люди из села Исаадат продолжали этот благословенный путь. Поэтому, аль-хамдулиллях, мы с вами счастливые люди, что и видели таких хороших людей, которые посвятили свою жизнь на пути Всевышнего Аллаха, и без кибра, без надменства, сердечной простотой, искренностью, любовью ко Всевышнему, боязнью перед наказанием Аллаха, старались на пути Всевышнего Аллаха. Аль-хамдулиллях. Что мы помним эти лица, вы, и какую огромную работу торбия они проводили. Дай Аллах нам все вместе продолжать этот светлый, добрый путь, и поможет нам всем Всевышний Аллаху, Субханава Тааля. Ва саляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракату.